Субтитры делал DimaTorzok Мало того, что уверено, так еще и ожидаемо, как многие ожидали, именно они являются фаворитом данного матча, поэтому в том, что они выиграли нет никаких сомнений, в том, что сейчас они сыграют так же хорошо, как и на прошлой карте, лично у меня сомнений тоже нет Минески же вот пока что видим в пике то, что мы видим, их пик ни капелька не поменялся по сравнению с предыдущей картой, главное, чтобы поменялось исполнение, вот у чего была проблема По сути, ошибки-то были как, ну пускают ошибки даже, скажем так, ну даже на команду-то вовсе не были похожи они Потому что не было связи, четко видно, что где-то мы продаем 100% или вот именно как раз-таки Convair Gaming, как у нас есть, соответственно, подходящее название для таких ошибок Как у нас были они на прошлой карте, это, скажем так, ошибки, которые нужно, во-первых, на корню прям подрезать, чтобы их не было, потому что они являются чуть ли не самыми распространенными Из-за которых-то как раз-таки команды и проигрывают Да, соглашусь с тобой, Минески допускали достаточно тривиальные такие общие ошибки, которые, в общем-то, могли бы и не допускать Ну где-то себя переоценивали, где-то недооценивали соперника, но самая, наверное, такая неприятная ошибка это вот драк на Рошане, которую они решили устроить Ну даже не драк, они решили забрать Рошана на предыдущей карте, когда получили достаточно серьезный пиков Но это произошло все там на 13-15 минуте, респауны у героев соперника очень низкие, то есть они там буквально через 30-35 секунд все появились Пришли туда и дали бой, да, и, конечно же, вне позиции Минески не могли драться, там тоже и Гирокоптер там был, и Лина там была То есть Ауи очень сильная, ну и в результате Минески там все просто-напросто погибли и отдали Рошана После этого уже они, конечно, могли выиграть, но они там еще пару закидонов совершили, после чего уже, соответственно, Сидеки их элементарно дожали Ну, тем не менее, они аналогичный пик пытаются реализовать сейчас, пикают Слордара, пикают Шадоу Финда У Сидек появляется Гирокоптер, но еще появляется Тускар, герой тоже достаточно хороший Я не помню, что было с ним на предыдущей карте, его баняли или нет, сейчас могу даже, наверное, посмотреть, если найду эту игру Ну, это, наверное, не очень просто будет, потому что, потому что, потому что куда-то пропала Куда-то она пропала, а, нет, вот, 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 кажется, я вижу Ну, а тем временем, пока мы видим, как в команде Минески появляется Винтер и Верна Нет, не вижу Опять хочется сказать, что пик вообще никак не меняется, они абсолютно берут то же самое Интересно, кстати, на ком будут Гардер играть на этой карте Из его таких сильных героев, опять же, хочется отметить Баунти Хантера, которым он великолепно отыгрывал во времена Т.И.5 Сейчас же Спирит Брейкер был тоже неплох К нему вообще никаких претензий по матчу нет Единственная, как бы, такая загвоздочка, где мы с тобой обсудили, это возможность появления Хэнда в Мидос Да Так, Ку, будет ли как-то изменять традициям? Нет? Снова Лина? Ну, вот под эту комбинацию, если второго саппорта Сидеки будут выбирать, то можно взять... Ну, если ребята хотят взять что-то ромащее, тоже похожее на Баратрума, для того, чтобы СФ в миде пинать Можно взять Баунти Хантера, как ты уже отметил этого героя Сидеки могут его попытаться пикнуть Ну, а если не собираются они брать Баунти Хантера, можно взять что-то наподобие Дазла На мой взгляд, Дазл с Тускаром отлично сочетается и с Гирокортером... Да, вообще, я уже миллионы раз повторял, что Дазл это один из лучших персонажей Собственно, один из лучших саппортов на данный момент в этой мете Ну, четвертый пик от Минески Вот, собственно, Баунти Хантер появляется, да Ну, я думаю, что он у Сидеки появится Да, я думал, что пожалели отдать Сидекам сейчас его, потому что момент сейчас настал Сидекам взять их героя, это Баунти Хантера Они не стали его отдавать, потому что редко, когда можно было заметить, что Минески бы играли с Баунти Хантером Но это было крайне редко, и получался он не во всех случаях Хотя у Сидек процент соотношения хорошего Баунти Хантера и плохого Баунти Хантера в разы лучше Ну, напомню вам, друзья, что еще Виседжа брали Сидеки на предыдущей карте Тускар можно было бы сделать Хардлейновым Кто тут еще остался из хороших саппортов Ну, на самом-то деле, против Винтера Виверны, Слордара Виседж Ну, Виседж себя хорошо проявил на предыдущей карте, действительно Скай Мага иногда берут против Винтера Виверны, но мне, честно говоря, не сильно нравится То есть я считаю, что если ты берешь Скай Мага исключительно против Винтера Виверны, то это как-то странно Ну, потому что один Глимер Кейп и все, и ты уже никак не контришь Виседж у Сидек банится Бруда Ну, вот на этот раз в Минеске решили сыграть чуть хитрее Ну, вот что касается Куту, мне кажется, что надо что-то похожее на... Может, Эмбер Спирита убрать? Да, вот Эмбер Спирита он убирает Я еще думал, что у Сидеков появится герой наподобие Вич Доктора, нежели Виседж Но Виседж более, как бы, Рокас таки подходит под слово Это наш пик, это наш герой Вич Доктор все же здесь был бы тоже неплох на Маспайта, потому что именно этим занимали... Именно этим занимали Сидек на протяжении всей прошлой карты Хотя Виседж там себя опять же неплохо проявил Ну что ж, и Минеске, ну, как альтернативу имел в виду Вич Доктора, а Минеске, Ласт Пик, времени предостаточно у них, это минут 45 Опять у них бонусного времени, и сейчас стоит, возможно, им воспользоваться, потому что Ласт Пик сейчас все опять же за командой Сидек Гейминг Именно последний пик, поэтому стоит все-таки сейчас подумать и над появлением соперников какого-либо героя у них и себе подумать Мы видим Слордара, СФ, Ави Верну и Баунти Хантера Баунти Хантер все же здесь как саппорт, Слордар, Хардлендер, СФ, Мидл, Кор, герой нужен, забанили Эмбер Спирита Кор, Слордар, мы уже с тобой это обсуждали, да, это все-таки не так часто сейчас особенно Хотя когда-то было довольно-таки часто, помним, как бы еще во времена Теайфайб, которые были фактически не так давно Где и Вега там, Паша на Слордаре, как Кор играл и так далее, и так далее Много примеров можно привести Ну и вот минута остается Какие у тебя предложения насчет последнего пика? Если ты вот предвидел Эмбера, то ты предвидишь пики? Ну обычно, если берут СФ и берут что-то похожее на Эмбера, какого-то Семикерри Тут разные варианты, можно увидеть что-то наподобие Сларка, мне кажется Ну Джиггернаут какой-нибудь здесь еще появится Азиаты очень любят Джиггернаутом играть Если взять что-то из... что-то похожее на... так, как его Квин оф Пейн у нас в бане уже, да, я думал, может Квин оф Пейн появится Нет, Квин оф Пейн тут так себе... ну, можно попытаться перефармить Например, вот мы видели, как вчера Фнатик играли, вот похожим тоже пиком, они брали антимага Но не страшно ли играть антимагом против таких активных персонажей, которые есть у Седек, поэтому, на мой взгляд, антимаг тут вряд ли Ну, Джиггернаут с Ларк, мне кажется, вот такие тривиальные персонажи могли бы подойти Что-то более такое сложное здесь придумать Может, что-то там Минески и заготовили Сейчас узнаем Ну вот видишь, антимага взяли Ну, не побоя... я бы на самом деле побоялся бы играть с антимагом здесь Потому что, ну, Герокоптер, Лина, Висэш Вот когда ты видишь хоть одно какое-то пассивное звено в пике соперника Ну, хотя бы в какой-то степени, да, вот когда Фнатик играли, они увидели Лича и Андайинга Они, конечно, рисковали, брав антимага в такой ситуации Потому что Лич и Андайинга, это герои, они активные очень на лейн стадии, да Но потом в мидгейме они антимагу вообще ничего не делают А эти два саппорта, они никоим образом не могут навредить Антимагу А здесь у Сидек и линия очень сильная И в мидгейме хорошие передвижения будут То есть, на мой взгляд, тут антимагам играть крайне опасно Ну, посмотрим, может получится Ну, а что касается Сидек, им нужен второй саппорт Второй саппорт против антимага какой-нибудь хороший И если это вообще не тускар саппорт, да То тут опять-таки может быть... А, то есть все-таки тускар саппорт и Тайтхантер Хардлейнер Ну, что ж, такого я давненько не видел Вот вчера Эджи нам показывали, как играть на Тайтхантере Как раз-таки против натик у них это получилось сделать Посмотрим, получится ли у Сидек Да уж, весьма интересный пик Ну, Шики вновь играет на линии В принципе, у него неплохо получилось Гардер на Таске Но опять же, да, к слову, опять же, о предпочтениях Сидека и Гардера Ровнейший герой исключительно, который имеет такую возможность Он и в прошлый раз сыграл на ровнейшем герое Таком, как Спирит Брекер Теперь он будет ромить на Таске Вполне себе подходящий для этого героя Я думаю, что будет интересно за этими мумми посмотреть Ну что ж, и опять же, представим команду Я начну с команды Ну, теперь пускай будет Сидек Ку играет на Висаджи Хезе играет на Тайтхантере Гардер играет на Таске Шики на линии И Агрессив на Гирокоптере У команды Минески Рейджинг на Шедоу Финде Райер на Слордаре Джесси на Баунти Хантере Куку на Антимаге И Джулс на Винтер Виверне Так У нас Минески снова на Рейдиан стороне Снова у них Винтер Виверна У них, кстати говоря Два таких саппорта Баунти Хантер и Винтер Виверна То есть Винтер Виверна Она, ну похоже, будет стоять рядом с Антимагом Потому что надо будет как-то Помогать здесь Куку Он один не отстоит против Тайтхантера Нормально, хоть у него и лечение Тут достаточно хороший запас Ну вот тут Баунти Хантер будет выполнять роль Винтера Виверны На предыдущей карте, да? Я вам напомню, что на предыдущей карте Винтер Виверна стояла исключительно в миде И помогала СФу Здесь же придется Джулсу отправиться на сейфлейн И там пулами заниматься Или там, ну гонять Тайтхантера Он один, наверное, не сможет так хорошо По крайней мере там чуть-чуть его похарасить Чуть-чуть его как-то побить И потом отправиться пулы какие-то совершать Так тут, кстати говоря, Джесси Ну он спалил всю контору, да Увидел оппонента Так, шарды, детекшн Но шарда не запер Гардер Не получилось Да, несмотря на то, что замедлили достами Сейчас не вышло полностью его остановить Ну как минимум Даже вот этот мул с его стороны Не представлял особой как бы пользы Потому что, ну, дал знать Что как бы сдеки там не готовят Какую-то там движку Просто заберут свою руну И отправятся дальше на линию Так что Хотя бы на этом сочтемся У него еще варда с собой есть Сейчас важно, где он их воткнет И что он сделает на этом Баунти Хантере Сейчас очень важно Потому что героям нужно Реально отыграть очень хорошо Потому что он бегает в роуме Он должен где-то получать экспузы Какие-то гадости Да, и Если он этого не сделает Тем позже появится трек Тем позже он будет вообще себя реализовывать Как какой-либо герой Сейчас пока что в миде мы его увидим Он при помощи арбы Еще вдобавок замедляет Шики Но Шики есть чем ответить Шики, кстати, без центрей То есть ему тут Баунти Хантер Действительно может очень много напакостничать И С этим, конечно, должны седеки что-то сделать Вот подошел у нас висэдж Поставил сентрю Баунти Хантера Сентря тоже имеется Причем еще одна Вот, а висэдж уже сентрей, насколько я знаю, не имеет Да, поэтому можно будет сейчас эту сентрю захавать И элементарно тут еще и станка зарегенится Оп Сожрал Огромный хэпериген получает сейчас Джесси И попытался еще Шики подкоцать Да, кстати, очень хитро Седеки расставили свои линии Они против антимага отправили триплу с гирокоптером А на топ поставили тайтхантера То есть, таким образом Седек, да, у нас ферстбат, скорее всего, будет сейчас на боте И тысячу сделать гирокоптер Да Даже гирокоптер килл достается У него инстант тычка Хотя уже кью сделал удар Именно ферстбат достает скоро героя с Седек Что, опять же, приятно Да, так получилось, что Седеки расставили линии И вот именно таким образом Что антимаг не будет фармить И Слардар на топе не будет фармить То есть, у них две линии из трех уже должны быть выиграны Вот, что же касается мида Ну, тут, конечно, задача баунтихантера сыграть хорошо Если баунтихантер сможет убивать лину А, кстати говоря, на топе у нас сейчас будет, видимо, попытка убить хз Если баунтихантер на топе перетянется, то там и тайтхантера может убить Ну, в общем, основное звено сейчас это БХ Из-за того, что ребята из Минески пикнули баунтихантера Они, в общем-то, ослабили свою треплу очень серьезно И этот баунтихантер должен сыграть в другом месте То есть, он должен либо на миде помогать убивать Либо на топе помогать убивать Ну, на боте тут уже вряд ли он кому-то тут поможет Тут очень сильная трепла Ему нужен, по крайней мере, левел 3, чтобы тос был Пока что у нас Джесси особо-то ничего полезного не делает На карте Он пару раз там прохарасил Шики Заставил его выпить банку Ну, СФ чуть попроще сейчас стоять Ну, в целом он никого убить не смог Он, кстати говоря, перетягивается на бот У него инвиз и джинада Орбов вином, 2 танга Тут, конечно, можно было бы попытаться Хоть кого-нибудь подрезать Если как-то седеки начнут размениваться грубо, прям под вышкой Можно реально наказать Вот таким вот образом в агрессиво начинать тыкать Так, джинадка пошла Хорошо, вот об этом я и говорю Ну, тут сейчас шар будет Да, и гардер в итоге таким образом спасает своего гирокоптера А вот винтер Виверна И теряют Виверну Неплохо было сыграно кул в данном моменте Не акцентировал внимание на тех, кто непосредственно такал гирокоптера А увидел там того, кто будет более лакомым кусочком для него и для его сочного нюка Да, ну вот так вот пока что получается Слардар на топе фармит, кстати говоря, не меньше Тайтхантера Что меня немного удивляет Потому что на самом-то деле Тайтхантер, он против милишников Очень хорош Что тут еще можно сказать Вот так вот ХЗ закупился У него регена много, еще манга есть Он может просто идти в крипов И Энчер Смешем постоянно спамить И мешать таким образом Слардару фармить При этом еще Слардара коцать Ну, у Слардара, правда, есть стики Поэтому особо там увлекаться Энчер Смешем не надо Иначе можно их очень жестко заряжать И таким образом Слардар даже не будет ощущать А гангует СФа СФ не ожидал, что на него выйдет Тускар И это, конечно же, фраг Ну, тут мапа Варнес, конечно, подвел Что-то у Финда Так называемый Вроде бы нету Тускара на боте Вроде бы понятно, что он может прийти в мид загангать Может прийти с респауна То есть вот с этой стороны на него напасть Может с этой стороны на него напасть Может как-то обойти и с этой стороны напасть Ну, действительно, не просто Шадо Финдом играть в такой позиции Но умереть сейчас было крайне обидно Самое главное, что это Гардер Он без ромов жить никак не может Поэтому он его просто пришел и убил Он уже два фрага оформил Фактически два ассиста имеет И из трех фрагов он имеет два при своем участии Опять же, я просто удивляюсь тому, как он играет на таких персонажах Ну да Ну и пока Глядим за остальными линиями На топ мы с тобой так мало внимания обращали Здесь можно уже хотя бы сравнить то, что имеют у нас ребята ХЗ с военной линии выформил 22 крипа сверху Имеют Райер также имеет у себя 17-16 крипов Что по сути должно его оставить довольным Хотя на линии с Сайтхантером Реальным и личным героем никогда не было просто стоять Сюда было сложно Поэтому результат, в принципе, для Райера неплохой И как минимум, надеемся на появление Блинкдагера в ближайшее время Хотя и здесь, опять же, может отметиться Гардер Под Хастой сейчас находится Слардар Что в момент... Под спринтом, извиняюсь Момент, может, не сам подходящий Так как урона по нему было бы больше Вот она кончается Гардер накатывает Сдает реведж ХЗ Только получил 6-й левел И при помощи реведжа Даже не удалось забрать Райера Он просто уходит опять на спринте Отбросившись станом В один момент ребята просто все дизейблы скастили И так вот получилось неприятно Что Райер очень малое количество времени находился в дизейбле Хотя мог на самом деле в два раза дольше находиться в стане Его бы могли забрать Вот, но не получилось Пишет нам народ в чате, что на Дота 2 лаунже ссылка неправильная на наш стрим Но это из-за того происходит Потому что постоянно матчи там перетасовываются Нам изначально сказали, что мы должны были комментировать Альянс и Хоум Но по определенным причинам нас поставили на этот матч В результате там на лаунже тоже люди не сразу все воспринимают Не успели просто среагировать Да, не успели среагировать И в итоге вот такая канитель получается Что сейчас на лаунже, что на матче Сидек Минески Что на матче Запилили админы, запилили организаторы турнира Вы можете просто за раз смотреть 4 трансляции сразу же Да, вот вы, например, видите, что там на каком-то стриме пауза Да, а на другом там прям разгар сражения Вы хопа там фуллскрин врубаете и смотрите Потом там что-то поменялось, вы обратно И уже там можете смотреть Достаточно удобная штука Так что пользуйтесь на здоровье Тем временем ХЗ сейчас попытаются забрать, похоже, на топе Но он аккуратно стоит Не высовывается Чувствует, что... Что Дуфинда там нету в миде И там похоже опять у нас ку-ку Терпит Да, все-таки выживает Ну, между прочим, Сидеки на боте не так уж и... Прям жестко овнит этого антимага Посмотри, у него все-таки там какие-то крипы имеются 27 крипов, он агрессив как накоцался Ку накоцался Ну, тут реально такое очень плотное противостояние на боте Не сказал бы я, что там откровенно прям победили у нас Сидеки Да, они там этого Аэма заовнили Да, они ему там не дали так много фармить Как тому же самому Герокоптеру Но с другой стороны у нас Шадоу Финд в Нетворсе должен выигрывать Лину Он там на 20 крипов, что ли, больше добил или на сколько? Ну да, на 20 крипов больше, даже чуть больше На 22 крипа у него Лучше крипстат Я смеюсь, не надайте, ну ладно Я пока смотрю, что у нас тут дело И творят гардер вместе с Шики выходят под смоком И явно этой целью будет являться антимаг И тут много не надо На самом деле одной лагуны здесь будет достаточно А еще и с ноуболом дело закончилось И даже без лагуны обошлось Класс хит сделал Шики Да, кстати говоря, на топе еще курочку подрезали Минески Баунти Хантер там смог срезать Да, это, кстати говоря, опять же показатель того, что Баунти Хантер делает на карте И это очень хорошо, что он сейчас хоть как-то для команды какой-то бонус сделал И сейчас вот-вот пятый левел Скоро будет шестой И пока ситуация на карте далеко не в пользу команды Минески Им нужно еще довольно долго распармливать своего антимага И потом с ним как-то еще принимать участие в драках Чтобы не было так, что вчетвером дерутся Минески При том, что там еще и Баунти Хантер Который, ну, на самом деле сейчас вот Чем больше экспы, тем больше импакта он хотя бы выдаст Что будет приятно А там Гирокоптер будет драться уже фактически с минуты на минуту У него шестой левел есть, что означает, что уже есть кулдаун Пора валить с этим кулдауном Валить соперника И сейчас они вот активно этим промышляют Все же здесь находят Слардара, Райер Сейчас так, Рокет Берридж там Может даже кулдан бы потребовался Но он решил все же его не кастовать Но и без этого мы видим, что все-таки дэмэджа хватает Да, и вот, казалось бы, получит Баунти Хантер свой шестой левел Вот будет хорошо жить, да Треки, золото, быстрая мека, арканы какие-то Но это все лишь в теории Потому что на самом-то деле у Минески очень слабый пик Посмотри, у них антимаг, который постоянно где-то должен фармить То есть это герой, который будет находиться в другой части карты Так, что у нас опять за погоня за рейджингом, судя по всему, да Ребята бегут, хотят его поцепить, но Так, парочка кайлов, хорошо Но СФ, скорее всего, погибнет здесь еще у нас Правда, подходит, погоди, в интервью верно Сейвят рейджинга, ревадж имеется у Тайтхантера Ну да, все-таки здесь все погибнут Бежит Слардар, Монавоид, Муслина Вроде как-то получилось разменяться два в два пока что А это хотя бы не конвейер, но все равно не то И явно не этого ожидали Минески в данном ситуации Под гирокоптер так идти и погибать Да, забрали хотя бы шики В принципе, неплохо Но гирокоптеру денег нам досталось, уго-го 3-0-1, когда он уже начинает себе набивать Первое место на карте он уже занимает СФ пока Мало того, что здесь он еще и умер Так еще и Видим, что Сэндж у нее появится Не знаю, этот гирокоптер от кулдауна Это как минимум не особо-то поможет ему А Герыч там еще и вышку хочет забрать Правда, Глиф прожимает Минески В целом, это все-таки драки, опять же, в пользу команды ZDEC И счет 2-8 на табло нам это как бы подсказывает И говорит, что ребята пока ведут И карту занимают более-менее А сейчас еще начнут пушить Учитывая, что вышку на топе спушили Вышку на боте могут спушить Вышку в миде спушили И контроль над картой В стены Минески теряют А вскоре еще будут смоки и так далее И вижен пока в уражеском лесу Еще такой более демократичный от ZDEC Они в прошлый раз обставили весь лес абсолютно Ну там бруда еще была вдобавок Там еще было хуже дела Почему мне вот еще антимаг не нравится Об этом я на стадии драфта говорил Продолжив все-таки свою мысль Которую я начал развивать Прежде чем у нас тут драка произошла на бот руне У Минески у них 4 героя То есть антимаг у них где-то сплит пушит И у них 4 персонажа для того, чтобы Ну как-то противостоять там вражескому пику Для того, чтобы как-то драться Кстати, сейчас может агрессиво подрежут А к тому же у них один из этих 4 персонажей Это баунти хантер Вот я не могу себе представить Как Сидеки идут в пятером С реведжем, с меккой А Минески в четвером И вот у них один из героев этот баунти хантер Который ничего кроме как там трек повесить И дать тост там по двоим, по троим не может Как они вообще собираются драться здесь Им нужно только как-то стараться гангать Вот вроде бы убили Лину Отличная работа Но здесь в спину уже выдвигается пик команды Сидек И похоже, что вот в капкан попали здесь Минески Пытаются забрать Шидоуфинда Шидоуфинд раскастовывается Не успевает это сделать Умирает и там часть реквиема освобождается Толк-то от этого никакого нет Понятное дело То есть разменяли Лину в СФ Шила на мыло Сидеки, по сути, продолжают давить И вот сейчас-то два вышка подвергнется Очень массивной атаке ХЗ с меккой и реводж у него через 3 секунды появятся Поэтому дефить эту вышку, по-моему, уже не получится Хотя ульт в интервиверны Так Но демеджа нету Какой-то странный ульт в интервиверны получился Сейчас еще из-за этого Джулза здесь накажут Ну, вообще его нельзя было давать в такой ситуации Потому что нужно было дождаться хотя бы Я не знаю, Слардара или Финдаля Чтобы хоть кто-то пришел Потому что можно было попытаться убить Тейтхантера А теперь 100 секунд не будет ульта в интервиверны А реводж имеется И у Минески вообще сейчас шансов в тимфайте просто нету никаких Просто нету никаких Им нужно продолжать сплитовать Им нужно делать так, чтобы Куку отвлекал на себя внимание Хоть кого-то здесь Хоть Тускара, хоть Виседжа Хоть Лины какой-нибудь Чтобы Минески дрались Ну, по крайней мере, не 4 в 5 Хотя бы 4 в 4 Тогда еще, может быть, что-то получится Так у них, мне кажется, шансов очень мало в тимфайте Ну, или какие-то ганги совершать Вот как они Лину забрали Все-таки у БХ сейчас есть трек И он будет получать по 200 золота за каждый фраг Который команда Минески будет реализовывать Ну, и благодаря этому, собственно, получится там Выформить какие-то айтемы БХ Мека, я думаю, что должна быть именно у Баунти Хантера здесь Очередной смоук Поглядим Появится ли у него мека или Что-то вроде того Но нападать собирается и Сидек Покупально по КД Ну, и верно Хотя Ну, мог и не знать этого Пришел он сюда все же за делом Хотя у него тоже был смоук Я думаю, что он варда еще будет ставить Не поставил вард Вот, пожалуйста Теперь еще его убили И могут убить далее СФ Вовремя выбирается из вражеского леса Из своего, извиняюсь хотя Уже можно назвать вражеским это лесом Да, потому что Сидеки там настолько плотно обосновались Что уже непонятно чей это лес На самом-то деле Баунти Хантер вместе с антимагом сплитуют бот Портится Тускар Тускар будет въезжать в БХ скорее всего Не, не будет въезжать слишком много народу На топе падает Т2 вышка Вот Сидеки уже Им не обязательно даже в пятером ходить У них есть вот этот вот арбуз с мекой и реведжем И гирокоптер, у которого 900 хп Лютый магический прокаст И армор хороший То есть забрать гирокоптера с Тайтантером на пару Ну там вдвоем, втроем точно не получится Так, напали на Райора Клдаун неплохой Шарды заперли Слардара Слардар отступает И спринт у него через секунду появится Спринт заюзал Райор Жмёт стики Отступает Рошана Там уже Лейна Только к Рошану отступать И умирать от него Но это не совсем Может получиться у него, как мы видим И не получилось в итоге И попутно решили Сидеки ещё и Рошана забрать Судя по всему Ну да, действительно Медалька у Висаджа появилась В этой игре он не покупает Меку Не покупает Аркантапки Да, как на предыдущей карте делал Ку Потому что Ну, медалька там появилась у Бруды И он был освобождён от покупки Подобного артефакта Здесь, конечно, ему нужно Медальку приобрести И таким образом Можно будет легко забить Рошана Да, пожалуйста Минус Рошан А Егис достаётся Шики 11-й левел у Лины ПТ-Юул Сын Чингяша появляется у СФ СФ, кстати говоря, вышел на первую позицию по Нетворсу Это хоть что-то Ну, СФ он и должен, в общем-то Держаться на первых позициях Потому что фармит он невероятно быстро И если твой СФ где-то там На третьей, на четвёртой позиции То это уже как бы не очень хорошо Ну, на прошлой карте был Бристлбэк на первой позиции К сожалению, это особо Минески много бонусов не давало Он в итоге оказывался последним И его забирали Просто в последнюю очередь Забирали по степени важности И по степени, как быстро могут забрать таргет Бристлбэк самый жирный И вливать в него весь дэмэдж, пока остальные разбегаются Был бессмысленно То есть здесь СФ даже и первым будет Ибо макдема же в него войдёт очень много А мы ждём тем временем какие-то небольшие проблемы У игроков хорошо, что они здесь Не такие долгие Для особых проблем там быть не должно Очередную Т2-вышку будут Сидеки забирать Сейчас как-то Минески противостоять этому Наверное не могут Будут в ответ Т1 на топе пушить Но знаешь, меня терзают смутные сомнения Что сейчас ХЗ туда протонётся И весь пуш обломится в Минески Да там Лины достаточно, чтобы отпушить Что она в принципе и сделала Они ушли в леса Т2 забирают без каких-либо проблем Сидек на боте Даже поставили Сентрек на случай Если тут где-то был Бомати Хантера Или где-то будет И отступают по своим делам Идут Понимают, что пока игра идёт за ними И общее преимущество уже порядка 5000 золоти Всё же не так много в ХП Как вы можете это заметить Но пока игру свою Сидек развивают довольно-таки плавно И сейчас в мидгейме Особенно без конфликта у нас выходит Но всё-таки у Сидек пик Как бы Ну, Тайт Хантер и прочие ребята Как бы намекают Что не будут они просто так бегать и фармить Если команда Минески как бы может За счёт как-то антимага там Привейдить драки Антимага выфармливать То команда Сидек Стать на месте просто так не собирается Они идут к мидпушить И к тому же Должны ребята примерно понимать Что у антимага в ближайшее время появится БФ Он начнёт люто сплитпушить Так что надо подзатянуть пояса И всё-таки набраться смелости, мужественности И забирать вышки Тем более у Сидек для этого всё имеется У них есть АЕС У них есть Тускара У Тускара левел хороший У Виседжа медалька У ХЗ Мека Арканы 11 левел 2 реведж У Агрессива Ну сейчас Инчин Диаши уже появится Он может уже себе её приобрести И нужно забрать просто последнюю вышку О, прошу прощения Только что последнюю вышку Сидеки забрали Нужно уже потихоньку уйти наверное на Т3 Покупается 2 блинка Один блинк у Тайтхантера Другой блинк у Слардара Слушай, всё-таки у Минески не всё так плохо Я думаю, что прям совсем будет всё печально Но они по крайней мере вот лишний раз не отдавались Хотя провоцировали их Сидеки Да, там вот на Т2 вышки вот на боте Они там стояли И могло так получиться, что Минески пошли бы туда дефть И все бы там помирали Но они не допустили подобные глупые ошибки Вот поэтому у них сейчас вроде как ещё есть какие-то шансы А Игис через 2 минуты кончается Ну Минески нужно очень серьёзно копаться на своём хайграунде Так, Слардара просто подрезали Вот это не очень хорошо Но это всё равно не особо даст больше возможностей Сидекам для того, чтобы поломать хайграунд Крипы все достаточно далеко Сейчас они пока отойдут, пока их добьют этих крипов И там уже Слодар собственно заспавнится Антимаг в это время работает по крипам Подсказывают в часике ребята, что Ехоумы вперёд ногами вывезли Альянс Ну что ж, ничего удивительного Ну, не то чтобы нет, Альянс сейчас сильная команда Как минимум это доставляет сейчас интерес смотреть дальше Если такие вот у нас матчи Где-либо одна команда легко выигрывает на другой Потому что Ехоума Лайнс там смотрел Там по коэффициентам всё поровну Ну 50 на 50 там было, да Да, 50 на 50 Поэтому здесь такие сенсационные моменты Наоборот делают этот турнир ценнее для зрителя И не только Так что этому можно радоваться Хотя не многие, наверное, разделят мою точку зрения Особенно те, кто поставил на Альянс Так, это то есть что у нас получается? Что в верхнюю сетку выходят Ехоум И они в одной группе с Альянс, да? То есть вот Ехоум, Альянс, Сидеки и Миневски Это одна группа Или я что-то куплю Ну, в общем, ладно, потом узнаем Как там получится Да, это можно сделать в перерыве Более конструктивно Хотя за нас разберут С нашей студией аналитий Тем временем видим, что Гардер там у нас Шёл, искал, искал, не нашёл Просвет поражал явно в поисках Буантихантера Надеюсь, что где-то тот лазит рядом Но тот всё же выбирает Более другую несколько позицию Бегает по вражескому лесу Дает вижен ребятам, которые находятся на линии Сейчас пытаются допушить бедную Т1 Которую они там уже сколько лет, сколько зим И отсюда 3 ТП и всё Можно обломать Винтер Виверна в инвизе Смотри, сейчас может как-то развернуться А вот СФ, если бы не этот ульт Сбили бы ему, конечно же, телепорт Так что Джулс лучше себя отдаст, чем отдаст СФ Ну и к тому же Тайдхантер Реведж поражал Так что не так уж и плохо Я бы даже назвал это хорошим разменом для Минески В такой ситуации, учитывая, что антимаг Владмир себе сфармил и продолжает сплитпушить То есть Реведж на Винтерскерс Это выгодно В условиях таких спартанских В которых сейчас живут Минески Они могли вообще потерять здесь и Винтер Виверну И Шэдоу Финда И Реведж могли Сидеки не поражать На самом-то деле Если бы они Ну, если бы Винтер Виверна не ходилась бы здесь в инвизе Как-то, да, или там, может быть Нашли бы Шэдоу Финда Кто-то пораньше бы туда подошел Он помешал бы ему сделать целепорт Блэкинг Бар у него же все-таки еще нету, да То есть Да даже если Блэкинг Бар у него есть Есть Валрус Панч Тускара Который сбивает целепорт И действует в Таких вот ситуациях Когда соперник БКБ прижимает Ну вот, за счет сплитпуша стараются, конечно, ребята Как-то жить И антимаг потихонечку Антимаг потихонечку догоняет соперника Да, и явно не хотят там сражаться С шестислотовым антимагом Ребята с командой Сидек Линию вот то, что они сейчас отпушили Антимага-то не поймали Он убежал там Им эту линию пушить надо в обратную сторону Но пока, видимо, на хайграунд забираться не хотят Как минимум до следующего Аегис Этого точно не произойдет А вот уже потом Надо будет посмотреть Все же своя этому все еще пока возит Гирокоптер БКБ на подходе Своя этому также будет возить Лина Аганим на подходе Ну и там, что кому надо Еще вдобавок Там какие-то промежуточные атомы Тайтхантеру нужно Мека-блинкдайгер, конечно, хорошо Клок сверху имеется Это и Глимеркейп Это еще лучше Так что пока этим и другим надо дофармливать Реведжи можно ждать элементарно Тут даже действительно Дело не только в том, что Нужны какие-то артефакты Сидекам Нужны Аегис Или там еще, может, какой-то Блэккингбар на гирокоптере Сколько реведж в первую очередь Без реведжа они вряд ли куда-то полезут Потому что это все-таки чревато Чревато последствиями Гем приобрел виседж Это очень важная покупка Потому что когда антимаг сплитпушит Он руководствуется в первую очередь информацией То есть когда ты играешь через сплитпуш Тебе нужно понимать Когда тебя могут убить Когда тебе могут загангать Стоит ли сейчас отступить Стоит ли продолжить добивать крипов И не отходить И создавать какое-то напряжение Для соперника на карте Для этого виседж, собственно, покупает гем Чтобы антимаг ничего не видел И чтобы сплитпушить ему было намного сложнее Вот, но с другой стороны Там есть амплифай дэмэдж и треки Которыми всегда можно подсветить Там, да, вражеских героев И, в общем-то, это антимагу тоже будет помогать Вот и свои варды тут Q Расставляет Вместе с командой Потихонечку Стягиваются к хайграунду Минески Сидеки Гирокоптер пушит одну линию Другие игроки Сидеки пушат Мид Единственная линия, которая сейчас Более-менее далеко находится Это бот, но, похоже, придется принять бой сейчас Придется принять бой Минески Хотят они этого или нет Потому что здесь будет попытка захода на хайграунд Сейчас посмотрим, у кого есть б... О, напали на Винтер Виверну Это уже проблема Бейт Винтер Скёрс Они много интерес 30 секунд Сейчас успех Да, это малтаж 30 секунд Это отсутствует возможность байбэка Это спокойно сейчас будут кушать команда с дек Врывается Райер Сейчас посмотрим, что будет в итоге Оказывается, это шардах СФ вынужден прожить по КБ Штовару спачку Кулдаун Поднимают Как бы не попал Сейчас Лордар У него мало КП остается СФ разультился Прогнал с хайграунда команду Сидек Но они вернутся Они допушат Как минимум хотя бы один барак Для них это уже будет здесь Вполне себе неплохое достижение И мы смотрим, как они пушат Пока сразу в милишный барак Решили сыграть Знаю, что, скорее всего, они его допушат Хотя Рейнджовый тем временем бьет агрессив Значит, минимум два барака Здесь собираются забирать Рай вешает амплифайку Фамильяра фактически не дамажит вышку Сейчас в гагрессив Вынужден подойти допушить ее Без этого никак СФ Без БКБшки вообще в драку боится вступать Хотя и довольно много ресурсов Пустили, но без реведжа дрались все еще время Это Сидеки приняли эту драку без реведжа Поэтому сейчас очень опасно нырять Как Кангардер налетел Реведж врывается ХЗ Лишь один райер под него попадает Хотя этого будет достаточно, чтобы Более-менее продлить время На хайграунде своем Продлевать будет Ага, забираем Стардара Тут байбэк и тут есть фортификейшн Ребята уже жали реведж Летит колдаун Вроде бы живут как-то минески И отгоняют соперника Есть мановоид Еще пару тычек Так, и Жми, не жалей Хорошо Забрали Тайтхантера Нужно продолжать погоню Ку отступает Шики Спрашивается тогда Нахрена вы оба барака как-то били Сфокусили бы один и отошли Слишком себя вальязно чувствовали ребята из Сидек Сейчас еще, кстати говоря, все не закончилось На метрах Ух ты, боже мой Хотя бы Стардар Попал Шики Слордар тут спасся У него лагуна была На самом деле Ну вот так вот получилось Один байбэк И минески Опять-таки, повторюсь Текущий размен для минески Он приемлем Если бы они потеряли линию Это было бы уже Ну, плохо Да, а так они линию не потеряли Да, они заюзали байбэк на Слордаре Но, в общем и целом У антимага сейчас появится манта И это достаточно неплохие опции И Сидек нужно как-то уже, наверное, все-таки взять себя в руки И, ну, не знаю, пойти добрать Рошана Пойти как-то попытаться поломать там линию Ну, что-то в этом духе Ну, или в противном случае можно просто фармить стараться Добирать свои артефакты Тут еще есть куда развиваться и саппортом И кор-персонажем Гирокоптеру Там, вот он батерфляй начинает делать Лина должна, наверное, аганим приобрести Против антимага, чтобы его было просто убивать Потому что, ну, лины, они не всегда аганим сейчас приобретают Потому что лагуна в новом патче стала похуже Некоторые лины, играя на кор-позиции Они берут там всякие разные айтемы Типа там плацтон покупают Потом шиву Потом гекс Короче, что угодно Только не аганим Так, слушай, агрессивы-то у нас, кажется, заберут Да? Ну, размен на паунтикатор Они шли сюда без реведжа Вот в чем проблема Они просто за свою ошибку платились Которую они совершили До этого, заходя на хайграунд Били разные бараки Мол, мы всех убьем, мы все добьем Но не тут-то было И сейчас без реведжа Уже драка явно не в их пользу идет Гирокоптер вынужден был байбетчиться Газа также остается 20 секунд реведжа остается Они пытаются сыграть сейчас Шесефа Неплохо сработаны шейки Лагуна уже пошла в ход Но подстанил Райер Не добили его Сноубол закатился Сноубол, все-таки они добьют СФ как бы то ни было И Куку все еще остается в драке ЛОХП-таск И там Лина тоже оказалась не в самом выгодном положении Но пока драка все еще идет И пока более-менее справляются ребята из СД Хотя и потеряли Лину Агрессив явно не станет драться лицом к лицу с Гирокоптером Хотя на помощь пришел Ку Пришел обомнить Хантер А тот сделал блинкаут Короче говоря Это уже черт знает что И никакого конструктива С стороны СД я не вижу Абсолютно Могли бы Во-первых сначала Изначально вернемся к истокам Добить барак И потом не вот этим вот заниматься Чем они занимаются сейчас Ведь их сила в ультимейтах Кью тоже погибает К слову Их сила в ультимейтах Которая есть там за счет реведжа И всего-всего остального А они просто пошли И как-то непонятно что начали А агрессив ты и вовсе вначале подставился Ну Драка конечно Получилось достаточно странное То есть СФ вышел слишком далеко Ребята пытались там забрать Тайтхантера Краж заюзал Райер И вот казалось бы Вот он Тайтхантер Вот возьми его Но сработан Кракеншел И он вышел из Дизейбла И пришлось за ним там гнаться Его там потом только смогли убить И в это время погибает Шэдоу Финт Но опять-таки Хоть и Минески Немного растянулись И поначалу как-то Вот получилось так Что они отдали Шэдоу Финта Хоть и при этом Сфорсили байбэк Герокоптера Все могло кончиться для них Значительно хуже Чем кончилось на самом деле И опять-таки Что мы видим Происходит с графиками Да Там уже всего лишь 5000 Переимущества у Сидек По золоту По XP они вообще Начинают проигрывать Ну Слушай Молодцы конечно Минески Молодцы Хоть и Сидеки Сами ошибаются Но нельзя Отдавать Нельзя не отдать должное Ребятам из Минески За их хладнокровный Сплитпуш И Очень Правильную игру При защите Хайграунда Так сейчас 40 секунд нету Винтер Виверны Есть реведж Есть колдаун Лагуна Все вроде бы Есть у Сидек И вот задача Минески как-то Сдефать свой Хайграунд У них есть С фортификейшн Минишный брак Практически полностью Отрегенился Ну Что Тут наверное Возможно придется Даже отдать Линию Потому что Ну 25 секунд Может хватить Сидеком Для того чтобы поломать Ну это уже не очень хорошо Конечно Да То что линию ребята потеряли Но опять таки Не критично Тем не менее Разворачивается драка Конвер на хайграунде Устроить Великолепный фокус В антимага Показали В том числе и контроль Он просто не вышел из стана И весь фокус Пошел в него И мало того Что у него еще есть Он из байбека Ну и как минимум Пытаются его наверное скорсить СР тоже там можно сказать Принял драку Вжал бкб Но недолго Песенька звучала Недолго фраер танцевал Беренька его с лагуны забирают Лагун это кстати говоря С агонимом Поэтому и бкб не помогло На агрейсива здесь пытаются напасть Сноуболу Помогают И вновь мы видим Как куку уже после байбека Как бы не оказалось Это дайбеком Хотя там очень неплохо Сработал мановой Демеджи нанес Он довольно таки много При этом еще сумел выдать Блинкал И райору здесь Тоже не досталось до конца Прям так Ну тем что спушили уже линию Могут быть рады Ребята из команды Сидек Хотя и Опять же деньги Они некоторые отдали Ну спорсили байбека Много чего еще И в итоге по экономике Можно сказать что все таки Ребята Даже если может быть Как то дали денег сопернику Все равно Шаг к победе Делали Да забавно конечно Получилось Антимаг выкупился Он особо то денег Не приобрел за эту драку Но по крайней мере Отогнал своего оппонента От хайграунда И сейчас вот будет попытка Забрать Рошана Все таки Слордар Играет за Минески Этот амплифай дэмэдж Который Которым Слордар обладает Позволяет очень быстро Рошана подрезать Там 16 уровень У Райора Да действительно Это Аегис О! Воу-воу-воу-воу Так пришел у нас Тайткантер Реваджа у него нету Аегис в итоге забирает АМ Очень опасная драка Здесь для команды Сидек В первую очередь Но уже смогли забрать Винтер Виверну Разменяли ее на Виседжа Попытка добить еще Тайткантера Будет стан от Райора Отличный просто стан от Райора Баш прошел в Шики Блинкается антимаг И улица Лина Лина приземлится Но пох... А! Отблинкивается? Хорош Шики Будет ли продолжаться Как-то погоня за Линой? Похоже, что нет Нет, все-таки не продолжается Ну, тем не менее Тем не менее Сидеки Вот пытаются В каждом каком-то Своем действии Получить выгоду Но Скажу я тебе Весьма смутно Это так получается у них То есть они вроде Поломали линию Вроде сфорсили Байбек антимага А вроде три человека погибло У антимага уже Вот Две с половиной тысячи золота Аегис там Манта с Владмирсом Помимо БФ И сейчас еще Башер появится Я даже не знаю Что тут, кстати говоря Куку будет делать Башер, Баттерфляй Или БКБ Ну, БКБ Теоретически, конечно Хорошо бы смотрелось Несмотря даже на Лагуну Лины Которая его пробивает Но все равно Стоять там В стане от Реведжа Стоять в стане от Шара Тускара В стане от Фамиллеров И получать Какой-никакой демаж От Герокоптера Ну, все-таки не хочется Ну, вряд ли он будет БКБ покупать Наверное Купит Башер себе Потому что тут Это самый, наверное Оптимальный вариант У Герокоптера пока что Баттерфляя еще нету Поэтому Прям нет такой Острой необходимости В манке Кингваре Но Надо понимать Что Агрессив Очень скоро Свой Баттерфляй докупит И его уже пробивать Так просто не получится Ну, все-таки Знаешь Таких айтемов Как МКБ Еще долго-долго Придется пока терпеть Ребятам И Судя по результатам Не так уж у них Это успешно Ой-ой-ой-ой-ой Ну Что-то было Как бы то так Ну, слишком По-моему ХЗ Поступает Агрессивно Да, не своевременный Реведж Я думал Хотя бы Инициацию начнут Ну, не с него Они так хотят Кого-то забрать Из команды Минески Понимая, что возможности Байбека не будет Там, ну Фактически ни у кого Кроме СФ Что вот даже Вот так пытаются Вот Тем самым Поцепить Кого-либо Ребята просто Сейчас из Минески Видели этот Реведж в пол И они не собираются Откладывать атаку В долгий ящик Потому что Все-таки Аегис у них А реведж Это один из главных Скиллов Который есть У Сидек Если он в кулдауне То Минески Могут провести Череду каких-то Гангов Атак Или спушить Какие-то вышки Но посмотри В миде Они уже поломали На агрессиво Выходит Райор Так И кажется Отступай сейчас Райор Прожал БКБ На лагуну Его отправляют В таверну Наверное На этом Драка закончится Для них Я бы сказал Она и не началась Сейчас Очень классно Выглядит Опциональное решение Собрать аганим На линии Если ты говорил Что да После патча Действительно Теперь рейндж Все равно Не такой большой В данной ситуации Когда герои Команды Минески Имеющие БКБ Не такие толстые Выглядят Весьма неплохо Он моё Ну что ж Пока выиграли Немножко свободного Времени для себя Сидеки И вновь же Свободное время Они тратят Письма Интересно Нерационально Вновь смоук И вновь В надежде напасть На соперника Видим Там Ну понятно Неверно Попытается Сделать И палты Фамильяры Чуть-чуть Буквально Не успели Прервать Каст Свитка 13-23 Счет напомню Вам Сверху Видно И теперь Интересно Чем закончится Смог Ну Антимаг Это вкусная цель Весьма Ох как они Разошлись Это уже Шики делал блинк На антимага Антимаг Сделал блинк Обратно Буквально Доли Секунды Не хватило Тем временем Появляется Тарасочка У антимага Весьма Неплохой Артефакт Решил Куку Его Приобрести Вместо Башера Посчитал Что Дизейбла Хватает Минески Да Наверное Тараска Здесь действительно Смотрится Самым Таким Правильным Вариантом Прожали Минески Смоук Слардар Выходит На спринте В первую позицию Для того Чтобы инициировать Но похоже Седеки Кажется Прочухали Возможную Атаку И Забираются На горочку Так Но они Сейчас Видели Лишь соперника Они не видят Информацию В реалтайме Как говорится В данный момент Поэтому не стали Рисковать Они увидели Лишь Что они туда Пошли Но при этом Гнаться за ними Не стали Так как Но хайграунди Бо находилась Командой Седек Хотя Вот эти Знаешь Довольно смелые Попытки Смоук Уже не только От команды Седек Но и от Минески Забегают Они Также на соперника Надежда Кого-то достать Мильяра Подгрызли Все таки Разница в Нетворсах Там не сильно Высокая Сейчас Тут Минески Вполне Себя чувствуют Нормально По Золоту Антимаг Сравнялся С Гирокоптером СФ тоже Денежки имеет Вот у него БКБ Синджин Диаша Доминатор 3200 золота Кстати говоря Еще у Рейджинга Есть Может быть Мы увидим Какой-нибудь Скади Что касается Других героев Что у нас есть У Баунти Хантера Баунти Хантер Кстати он решил Тут Мекку Не покупать Потому что Деньги у него Появились Слишком поздно В этой игре Мекку уже Мы вряд ли Увидим А Джесси А вот Какой-нибудь Лотус Орб Смотрелся бы Здесь Просто Великолепно Или Солар Крест Я не знаю Солар Крест Есть на команду Минески Нету Ну вот Солар Крест Надо купить Надо купить Лотус Орб Что Винтер Виверне Что Баунти Хантеру Чтобы сейвить Там тиммейтов Вот всяких Шаров И прочих Вот Таргетнюков Которые есть У Сидек У них Достаточно большое Количество Неприятных Скиллов Не знаю Лина Хекс Будет покупать В этой игре Нет Лина купила Себе Плэйтмейл Это говорит о том Что Шики Собирается Приобретать Шиву Ну Все равно Лотус Орбы Артефакт Очень полезный Практически В любых ситуациях Против любых Пиков Есть смысл Купить Хотя бы Один Лотус Орб На команду Чтобы Обмазать Там своего Либо Кэрри Либо Мидера И Чтобы он Чувствовал себя Более Скажем так Спокойно В драке Что же касается Остальных Артефактов Ну Винтер Виверна Она на самом-то деле Помимо Лотус Орба Могла бы Приобрести себе Рефрешер Так обычно У нас Винтер Виверна Поступает Покупают Сначала Глимер Кей Потом там По ситуации Если прям Совсем Все хорошо Можно и Даггеры Форс Став И какой-нибудь Другой айтем Купить А если Вот так Прям зажимают То Рефрешер Который появится У Джулза Он может вообще Решить Очень многое В драке Так Тем временем У нас Баунти Хантера Забирают Через шар Вот такой вот Герой Баунти Хантера Его достаточно Легко убить Если он Подставляется Ну что с ним Что без него Я смотрю Все-таки Вижу стремление Сидек Вновь зайти на хайграунд Правда Пока Их останавливает То что у них Нет Аегиса С ним они Сделать гораздо лучше А еще и не факт Что им еще он достанется Я бы сказал Что Минески Имеют вполне себе Интересную возможность Поконтестить Рошана С Винтер Виверной И Сэфом Ну и с Лордаром Само собой На врыве Он-то кстати говоря С Гемом Так что поижно Они сейчас еще могут Подрезать команду Сидек И Несколько Получить себе Преимущество Ну вот На тебя повесили трек Узаешь лоту сорб На кого-то Или на себя И все Трек с тебя спадает То же самое Касается Амплифай дэмэдж Так что Айтем Очень полезный Да и Тускару В общем-то Больше ничего И не надо Для жизни Он тут Так имеет Неплохой Нетворс Все айтемы Которые нужно иметь У него есть Медалька есть У Висаджа Поэтому ему там Не обязательно иметь Медальку Так ждут Рошана У нас С деки Ну еще бы Остается буквально Считанная минута Сейчас увидим Сколько бонус тайма Прокнет Самому интересно Минута с копеечками Через минуту Рошан уже будет готов И с дек Пока имеют Все свои ультимейты И все остальное Я даже не знаю Если только подвернется Какая-то прямо Офигительная Офигительный момент Где можно будет Как бы подраться Тогда наверное Будут сливать Все что имеет А так пока Наверное вряд ли У них это стоит В приоритете Максимум что там Подпушить линии Подфармить лес Получить там Дофармить айтемы Которые хотят У гирокуптора К примеру Четыре с лишним тысячи Сейчас посмотрим Что он все-таки себе купит Ну сатаник Скорее всего Я даже не знаю Что ему тут еще приобретать Их приобрести Но вместо аквилы Допустим Да Какой-то либо айтем Но в принципе Уже сейчас Вполне возможно На байбэк Наверное Оставляет у нас Агрессив денежку Потому что Шутки шутками Можно умереть И отдать пару линий В драке Поэтому Байбэк лучше иметь В такой ситуации И забирает гирокоптер Сыр у нас Достается Линия Естественно И ребята уже Более-менее Так смело Идут на Хайграунд К сопернику Там у нас Разворачивается драка Гардера пытаются Забрать Лагуну С Лордара С Лордар Умирать Тем временем Антимаг на топе С СФ принимаются За бараки И что будут делать Седек Отправятся дефать А у них Погоди Телепорт это есть Телепорта у Тайтхантера нету У Висаджа нету У гирокоптера тоже нету И у Лины нету Телепорта То есть это только В трон похоже Что и делает Седек Посмотри Дезолятор Слушай Лол Ну там пока Прожали глиф Все еще есть кому депать К тому же Еще и бейбэкнулся С Лордар Так что Продвину Хотя бы Продвижение Замедлить У них есть А те Сейчас уже Добивают Тир 4 А эти Только принялись Убивать соперника Да убили С Лордара Кастует Скулдаун Они убивают Сейчас только Один Но пошла ТПшка назад Приходит Тас Хоть как Замедлить Продвижение Иначе они просто Убьют трон Они играют в него Гардер сделать Ничего фактически Не может Трон уже падает Если мы обратим Внимание на команду Минецких У них все еще Стоит там На хайграунде У них все Приходит Гардер И забирают они Трон Они просто Забрали трон Сумасшедшая игра Ну вот тебе и ответ Что нужно было делать С теми 4 тысячами Золота Которые были У гирокоптера Купить тебе Бутсов Тревел Вот что нужно было С ним сделать ТПшку Просто ТПшку У него кстати Аквила там была Да я Или он выбросил Нет Он ее выбросил Ну забавная игра Конечно получилась В итоге Минески одержали победу Хотя Мне казалось Очень опасным Вот выбор Антимага На ласт пик От Минески Ну что ж Получилось За сплитпуш Получилось Играть Это говорит о том Что нас с вами ждет Третья решающая карта Которая начнется Где-то через 10-15 минут Друзья Перерыве Будет играть Перерыве Советую вам отойти От шока Скорее всего По крайней мере Некоторым От шокового состояния Да и мне тоже Поэтому друзья Да Будет играть музыка Для вас Это будет музыкальная пауза И советую вам За это время Подписаться на соцсети Рухаба И наше личное Где вас ждет Много интересных новостей И все остальное Что связано с Дотой 2 Мейджором И всем остальным Увидимся после перерыва Субтитры создавал DimaTorzok